Господа, с каких пор выглядеть хорошо стало трудным занятием, серьезно. Впишите в поиск «Выглядеть стильно» и вы получите миллион результатов. Купи это, купи то, надень это, надень то. Это очень путает, что же делать? В сегодняшнем видео, друзья, специально для вас упрощаем мужской стиль. Сперва у нас идет размер. Если это не подходит вам по размеру, не покупайте это. Если вы уже купили вещь и она на вас не сидит, тогда отнесите ее порному. Если подправить не получится, избавьтесь от нее. Следующее правило, господа, соблюдайте дресс-код. Дресс-код всегда присутствует, господа. Он может быть нигде не прописан, но оглянитесь вокруг, как выглядят люди. Конечно, вы можете проигнорировать неписанный дресс-код, но тогда будут последствия, хорошие или плохие. Далее, несоответствие паттернов и цветов. Ребята, если вы только начинаете, то не усложняйте, будьте проще. Когда дело касается вашей базовой одежды, туфли, брюки, пиджаки, костюмы, рубашки, выбирайте одноцветные паттерны и распространенные цвета. Например, белая или голубая рубашка. Если это костюм, то смело можно брать серый. Может быть, темно-синий. Кто-то скажет, что это скучно, но на самом деле это отличный способ создать свою базу, избегая при этом ошибок. Следующая ошибка – это выбрать количество вместо качества. Качество стоит того, чтобы накопить и купить. Это дороговато, но прослужит дольше, и со временем будет становиться только лучше. Далее – это одеваться не под свой тип тела. Минимизируйте слабые стороны и подчеркивайте сильные. Если вы низкорослый крепыш, то вам следует избегать одежду, которая делает вас еще более низким и компактным. Выбирайте ту, которая выглядит стройно и пропорционально. Следующая – это автоматизация, систематизация и выработка привычек. Если есть что-то, о чем вы даже не думаете, а это происходит, в какой-то неожиданный момент вы сможете выглядеть стильно без лишних усилий, как у меня утренние и вечерние привычки. Каждый день я мою лицо, два раза в неделю использую скраб, потом я использую возрастной крем, потом у меня есть крем против мешков под глазами, затем я наношу дневной крем, у него есть защита от ультрафиолета, защищает мою кожу от солнца. Вечером этот ритуал выглядит иначе. Я также мою лицо, увлажняю его, затем крем для глаз, а потом у меня есть вечерний крем, у которого нет защиты от ультрафиолета. Она ведь не нужна, когда я иду спать. Следующий совет, создайте свою униформу. Это ваш повседневный комплект одежды, который демонстрирует миру то послание, которое вы несете в себе. Так что вам скорее надо задуматься, какое сообщение вы хотите посылать. Возможно силу или может быть образ умного парня, или что этот парень очень креативный. Это все делается при помощи одежды, от очков, которые вы выбираете, до аксессуаров, которые вы надеваете. Я не принуждаю вас надевать костюм, просто подумайте о том послании, которое вы несете в себе. И одевайтесь согласно этому образу. Создайте себе такую униформу, чтобы на повседневной основе она была по умолчанию. Практикуя это, вы начнете становиться тем человеком, каким хотите. Следующий совет, вам необходимо искать вдохновение. Вам необходимо найти суперзвезду или кого-то еще, кто бы вас вдохновлял. Это очень поможет, особенно если у него такая же комплекция тела или цвет волос, как у вас. Или одинаковый цвет кожи. Смело повторяйте за ним его образы. Поверьте, никто даже не заметит, что вы подражаете кому-то. Далее, уменьшите количество отвлекающих факторов. Вам необходимо упростить работу со стилем. Давайте откроем ваш гардероб. Вам необходимо его почистить. Вам надо избавиться от вещей, которые отвлекают, вещей, которые просто занимают место, и вы их не носите. Вам необходимо упростить свой путь к тому, чтобы выглядеть стильно. Поэтому вечером вы подготавливаете одежду на завтра. Все детали и вещи лежат на своем месте. Когда вы снимаете пиджак, то в нем остается платок. И когда в следующий раз вы будете спешить и схватитесь за пиджак, он уже там. Первым делом стиль, а затем мода. Я не имею ничего против моды. Вот только мода, она мимолетная и прихотливая. Она быстро меняется. Стиль же, особенно классический. Он был и остается десятилетиями. Поэтому мы можем даже поспорить, что он останется и на следующий год, или даже через два года. Он уже продержался несколько десятков лет. Ничего против моды. Это даже неплохо добавить немного перчинки. Следующий совет, когда вы нашли что-то рабочее, не бойтесь покупать это оптом. Итак, вы нашли рубашку. Вам она нравится, она отлично на вас сидит. В общем, это была отличная покупка. Знаете что? Вернитесь в магазин и купите еще пару таких рубашек. Потому что иногда бренды перестают выпускать эти вещи. Поэтому вам лучше позаботиться заранее, чтобы у вас была эта вещь, и вы пользовались ей по максимуму. Следующий совет, это прокачать слабое звено. Вам не потребуется привносить что-то новое в свой гардероб. Что вам следует сделать, это посмотреть на то, что вы уже носите, и прокачать это на один уровень. Скажем, вы уже прокачали свой костюм. Добавили к нему аксессуаров. Но гляньте на вашу обувь. Вы все еще ходите в туфлях за сотню долларов с костюмом за тысячу долларов. Может, пора прокачать эту зону? Выбрать себе пару туфель, прошитых стежком Блейка или Гудеер. Они дороже, но при этом они будут выглядеть гораздо лучше в комбинации со всем образом. Следующий совет, начните работать с профессионалами. Я имею в виду портной, стилист, модельер, которые знают, что делают. Они могут взять весь свой опыт и указать вам совершенно новый путь. Показать вам те вещи, о существовании которых вы могли даже не подозревать. Конечно, придется заплатить за это удовольствие, но вы будете поражены результатом. Итак, последний совет, наверное, самый важный. Это инвестировать в свое образование на тему стиля. Возьмите и прочтите книгу. Соберитесь и пройдите курс по стилю. У меня для вас есть сотни бесплатных материалов. Ссылка будет в описании. Я даже добавлю ссылки на другие YouTube-каналы, может, вы с ними будете резонировать. Я хочу, чтобы вы взяли эту информацию и стали тем мужчиной, которым хотите быть. Итак, господа, теперь ваша очередь. Я хочу, чтобы вы написали в комментариях, что вы думаете об этом видео. Понравилось видео? Ставьте лайк. Если вы тут впервые, подписывайтесь на канал. Становитесь частью нашего сообщества.